На прямой связи с нашей студией Адель Гайбулла, доктор медицинских наук, профессор Адель Майдам, здравствуйте. Здравствуйте. Адель Майдам, уже достаточно долгое время мы с вами в эфире не обсуждали коронавирусную тематику, если вы помните. Но вот новый штамм, подвид, точнее, микрона, значит, кракен. Скажите, в целом, вот как бы вы оценили ситуацию сейчас течения пандемии и в Азербайджане, и в мире? Понятно, что все те пути, так сказать, предохранения и профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, они остались такими же. Но есть ощущение, что немножко или население мира привыкло, уже свыклось со фактом существования коронавируса и немножко расслабилось. Вот как вы считаете? Дело в том, что пандемия продолжается, потому что семейная организация здравоохранения до сих пор не объявила о конце пандемии. Пока такого рапорта нет, мы не можем говорить, что пандемия завершена. А микрон, последний штамм, продолжает мутировать. И мы видим разные цены, разные картины, клинические картины от этих мутирующих форм. Вот сегодня различные формы во всем мире существуют. Последняя форма, так называемая кракен, он характеризуется более трансмиссивностью, и там осложнение смертности меньше. Я думаю, что это говорит о том, что пандемия подходит к концу уже. То есть он не может с новыми волнами еще раз вот как дел-то, альфа-бета, вызвать большие еще вот и смертные случаи. Но несмотря на это, пандемия коронавируса, то есть SARS-2, который вызвал COVID-19, она или уйдет, или же превратится как обыкновенный вирус коронавируса в четыре формы, которые ежегодно вызывают простудные заболевания во всем мире. Дело в том, что сегодня, поскольку зима, и мы до пандемии тоже наблюдали различные респираторные инфекции, в том числе риновирусы, потом аденовирусы, вирус гриппа и так далее. Вот сегодня вот такая смешанная картина во всем мире. С одной стороны, инфульенция, то есть так называемый грипп, он каждый год появляется в разной мутационной форме. И сегодня более 2000 мутационных форм гриппа. Какая смешанная картина, я, карантин, то есть, нощение массы, потом соберет дистанции и различные асептические дела, которые дезинфекционируют и так далее, чтобы беречь и себя, и других. Это должно превратиться в какое-то поведение культуры в таких ситуациях. И в дальнейшем тоже. Адель Валим, благодарю вас за комментарий. Будем следить за развитием эпидемиологической ситуации и в мире, и в Азербайджане. Большое вам спасибо. До свидания. Спасибо. Напомню, на прямой связи с нашей студией был доктор медицинских наук профессор Адель Гейбулла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...